Культовый фильм «Большой Пенни Маршалл» считается сугубо семейным фильмом для всех возрастов. История 13-летнего Джоша Баскина и его приключения в мире взрослых, видимо, соответствует ожиданиям самого широкого круга зрителей. В то же время зрелые и более сознательные зрители в полной мере оценят поучительные и жизнеутверждающие уроки этой истории. Фильм напоминает нам, что от ребенка до взрослого всего один шаг, и наоборот. Казалось бы, стоит говорить только о пути к взрослению. Но каждый взрослый время от времени хочет на какое-то время побыть ребенком. Изюминкой этой истории не умирит 13-летнего ребенка с его разительным контрастом со взрослой жизнью. Уже в самом первом столкновении Джоша с неизбежной реальностью Манхэттена, фильм иронически говорит о поведении тех, кто считает себя взрослым. В той памятной сцене в отеле мы можем наблюдать, какой антиобщественный образ жизни предпочтают некоторые люди, когда им не противостоят родители или общественные суждения. Принимая во внимание звуки за стеной Джоша, условия в комнатах легко представить. Это выглядит еще более гротескно, когда мы понимаем, что персонаж Тома Хэнкса снимает квартиру в таком месте с 13-летним ребенком. Фильм делает все возможное, чтобы показать, что взрослые ведут себя почти так же, как дети, во многих отношениях. А компания Макмиллан Той Компани – это направление истории, которое означает подчеркивание правды. Назначенный человек, который проводит собеседование, нервно щелкает ручкой, аналог детского внимания к ногтям. Через несколько мгновений Сьюзен выражает свое нашмешливое отношение к какому-то человеку, как, вероятно, делала в школе. Человек, наделенный властью, не уделяет должного внимания номеру социального страхования Джоша, актуальности и достоверности его опыта и просто спрашивает, когда кандидат может начать. В свой первый рабочий день главный герой знакомится с коллегой, который преподает ему первый урок корпоративной жизни. Не следует торопиться с выполнением своих обязанностей. Несколькими сценами позже персонаж Джона Ловица, к сожалению, комментирует свою низкую зарплату, хотя и ведет себя как школьник. Его гораздо больше мотивирует выгоды, чем выполнение своей работы с должной самоотдачей. Владелец компании должен восхищаться сотрудником, у которого есть какой-то дедлайн при копировании файлов. Участие еще двух важных персонажей Сьюзаны Пола в комической форме показывает нам, что зрелые люди, работающие в крупной корпорации в Нью-Йорке, могут вести себя подобно школьникам. Они сами использовали ложь, чтобы быть привлекательными для других людей и чтобы получить продвижение по службе или соблазнить человека противоположного Пола. В помертной сцене на игровой площадке Пол открыто издевается над Джошем и по-детски подшучивает над персонажем Тома Хэнкса. Его антипатия к Джошу кроется в обычной ревности, уязвленном самолюбии, когда новичок заслуживает больше внимания в глазах начальника и даже девушки Пола. Что касается Сьюзан, обратите внимание, что она берет сигарету почти в каждой сцене первой половины фильма, демонстрируя тем самым свою внутреннюю неуверенность, дискомфорт, постоянно вписываясь в неприятную среду. Сотрудники компании тратят время на скучные корпоративы и едят черную игру, которая является скорее показателем статуса, чем деликатесом. Стоит отметить, что компания по производству игрушек вместо работы Джоша в мире взрослых иронично показывает, как устроен этот мир. 30, 40 и 50 летние мужчины в черных костюмах с престижными дипломами в области маркетинга и продаж создавали и продавали игрушки детям, основываясь на приблизительных статистических данных, а не на потребностях своей аудитории. Несложно представить Пола Девенпорта, работающим в какой-нибудь другой сфере, например, в продаже автомобилей. Топ-менеджмент компании Macmillan Toy Company теряется в рутине бессмысленных однотипных брифингов. Фильм большой, Пенни Маршалл, показывает нам, как у состоявшихся взрослых людей теряется способность что-то творить. Мысли творческие. Еще одну подсказку относительно унитарности сотрудников компании можно найти, обратив внимание на интерьеры их квартир. При ближайшем рассмотрении условия жизни Пола и Сьюсон становится очевидным, что они следуют одним и тем же образцам. В этом отношении творческий и, может быть, глупый выбор новой квартиры Джоша играет такой большой контраст. В более широком смысле человек из Macmillan Toy Company служит комическим примером и привлечением отсутствия оригинальности, которая у большинства из нас превратилась в повседневную рутину. Большую часть времени люди играют какие-то социальные роли и пытаются быть кем-то другим, что не позволяет им реализовать свой профессиональный потенциал. Характер Роберта Лоджи также контрастирует с его топ-менеджерами. Он ищет новые идеи, посещает магазины игрушек для вдохновения и ценит творчество нового поколения сотрудников. Именно потому, что Джонни пытается быть кем-то другим, по аналогии с другим культовым персонажем Хэнкса Форрестом Гампом, он легко получает положение вице-президента по разработке продуктов и большой офис. Казалось бы, каким образом 13-летний пацан может повлиять на уже взрослых и успешных корпоративных акул? Это именно то, что происходит, когда Джонни переопределяет жизнь нескольких персонажей явно к лучшему. Макмиллан, которого раньше отточнила от карандашных теоретиков, теперь полон энтузиазма нового сотрудника до такой степени, что он дает толчок новому курсу развития, реформирует свои руководящие собрания персоналов и впервые за много лет он получает удовольствие от корпоративных вечеров. По понятным причинам, Сьюзан единственный персонаж, в которой переживает самые значительные изменения в своей жизни. Она отказывается от привычки, использует отношения и секс для построения собственной карьеры. Женщина перестает ходить на скучные ночные встречи со скучными людьми ради социального статуса. Она даже отказывается или сводит к минимуму свою преданность вредным привычкам. Ближе к кульминации истории, Сьюзан начинает ценить мужчин за их открытость, даже мягкость. И она хочет услышать что-нибудь еще о характере своих новых отношений. По мере развития сюжета у зрителей складывается впечатление, что все перемены в жизни Джоша к лучшему. Он получил уникальный для своего возраста опыт, приехал в Нью-Йорк-Жерси, получил престижную должность в международной корпорации на Манхэттене, живет в огромной квартире с панорамными окнами, батутом и бесплатной пепси. Наконец попадает в отношения с красивой женщиной. Эта метаморфоза действительно не имеет себе равных для 13-летнего школьника, хотя его ключевой мотивацией на протяжении всей истории является возвращение к своей обычной жизни. Джош Баскин очевидно получил какие-то привилегии, но ценой трагедии в собственной семье. Не будем забывать, что 6 недель подряд его мать сходила с ума от беспокойствия о похищенном сыне. В то время как фото Джоша печатают на пакетах с молоком, его лучшему другу Билли приходится лгать и скрывать правду, наблюдая за отчаянием женщины. Прежде всего, немыкотимо помнить, что приезд в Нью-Йорк был своего рода отчаянной мерой, чтобы спрятаться и заработать немного денег на существование в надежде на новую встречу с Олтером. У Джоша нет возможности заработать на жизнь на пару десятков долларов, как Билли. Его предстоящее трудоустройство, скорее всего, вынужденное решение, чем это взросление. История рассказывает о компании, занимающейся произведением и продажей игрушек, как, пожалуй, даже в художественной литературе, где 13-летний пацан мог получить высокооплачиваемую работу и даже восхищение начальника. Через несколько дней Джош получает свою первую зарплату, и двое друзей тратят деньги на забаву. Получив должность вице-президента, Джош тратит тысячи долларов на роскошную квартиру и развлечения вместо того, чтобы копить деньги для своей семьи. Ключевой персонаж – все еще ребенок в своем подходе к поиску работы, когда Джош лжет о своем профессиональном опыте и социальном статусе. В самом начале истории он угол, чтобы выглядеть старше в глазах девушки, а теперь делает то же самое, чтобы соответствовать новому окружению. Компания, торгующая игрушками, и невероятный босс годны только для художественного фильма, всего лишь сюжетные средства, чтобы скрыть детское поведение Джоша. С другой стороны, мы видим, как спокойный и даже опустошенный Том Хэнкс выглядит в сцене, когда он посвящает свой район в Жерси. На самом деле он просто адаптировался к новой среде, и это совершенно не означает, что он повзрослел. На самом деле, даже его окончательное решение покинуть важное собрание компании, чтобы найти Золтера, для нового желания, было импульсивным поступком, когда он чувствовал себя покинутым и сбитым с толку. Фильм «Большой» идет дальше со своими философскими принципами, и заново изобретает известную мудрость, что трава всегда зеленее на другой стороне. Для большинства детей, естественно, представлять мир взрослых в некотором идеалистическом ключе. Державший этот образ, формировался образом самого себя, которому не нужно выносить мусор, присматривать за сестричкой и посещать кабинет директора в школе. Он хочет быть достаточно взрослым, чтобы иметь отношения с девочкой из школы, которые обращают внимание на старших мальчиков. Образ взрослого будущего включает в себя зарплату, которую он может потратить по своему усмотрению. С другой стороны, парень явно не предвещает обязательств и обязанностей 30-летних. В первую же ночь в неприятном отеле Джош обливается холодной водой и не может свести глаз от страха. Жизнеутверждающая идея фильма в том, что трава всегда зеленее в настоящий момент и там, где ты находишься. На самом деле Джош хочет статься ребенком. Он наслаждается своей жизнью 13-летнего школьника, школьной рутиной и своим окружением. Своей дружбой с Билей и со своей семьей. Дело в том, что Джош не хотел пропустить десятки лет своей жизни и стать 30-летним парнем. Если мы внимательнее посмотрим на его минуту отчаяния перед встречей с Олтером, Джош был расстроен сурой с девушкой. Он пытался выглядеть старше, чем был, чтобы завязать отношения. Естественные подростковые отношения в его возрасте. В результате Синтия естественно выбирает мальчика, которому не нужно врать, чтобы выглядеть старше. Или кого-то еще. Изменив облик, Джош теперь может видеть Синтию только на расстоянии. Завязав отношения со зрелой женщиной Сьюзен, главный герой понимает, что он просто не готов к таким делам, о которых раньше и не подозревал. Джош хочет остаться в своем 13-летнем теле и проводить время с девочками из школы, держась за руки и посещая парки развлечений, а не жить на Манхэттене и говорить о любви. Джош понимает, что он приспособится к жизни в мире взрослых, хотя и не принадлежит этому миру. От ребенка до взрослого действительно всего один шаг, но Джош Баск не готов его сделать. Некий переход во взрослую жизнь дарит не плач, квартира в Нью-Йорке и отношения со Сьюзен. Его взросление приходит с пониманием того, что Джош должен вернуться домой в своем теле и что Сьюзен нужен другой мужчина. Джош не любит ее и он просто не может этого сделать прямо сейчас, поэтому он не может ответить на ее вопросы о характере и их роман. Даже относительно его более поздних слов о единственной причине остаться. Кроме того, он не может пожертвовать дружбой с Билли. Быть взрослым значит иметь силы повернуть отношения вспять, что заставляет кого-то страдать. В конце концов, Сьюзен отказалась от шанса вернуться в подростковый возраст, потому что понимает, к какому миру она принадлежит. Фильм учит нас тому, что мы всегда должны уделять самое большое внимание тому, что у нас есть в данный момент. Нашей семье и друзьям, школе или работе, социальному окружению и благам, а также мелочам жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok